Помогите, пожалуйста! Около центрального травматологического пункта на улице Волочаевской полицейские усмиряли мужчину, одетого в военную форму, которого пытались задержать прохожие. Тогда еще сержант стоял на ногах. На земле лежал раненый молодой мужчина. Я проезжал, смотрю, что человек лежит. Я говорю, кто бил, он говорит, что я попил. Я говорю, что если ты побил, стой, пусть на милицейской подъедут, потом же я тебя отпущу. Для пострадавшего вызвали скорую помощь. Рассказать, за что был избит, он не успел. Связанного ответа не услышали патрульные и от задержанного. Сержант, нисколько не заботясь о чести мундира, сыпал девиантными выражениями и угрозами в адрес полицейских. С его слов выходило, что он героически с кулаками боролся с наркопреступностью. Молодой человек, увезенный в больницу, якобы дилер, распространяющий синтетические вещества, которого военный вычислил в одиночку и устроил над ним суд Линча. Так кому он наркоту продавал? Тебе? Нет. А кому? Закладка. Закованный в наручники рассказывал фантастическую историю о том, что здесь были и какие-то крупные торговцы, которые подсунули ему в карманы наркотики и уехали. Неадекватность мужчины заметил и задерживающий его оперуполномоченный. Полицейский схватил военного после того, как он убежал от очевидцев драки. При этом спиртным от юноши не пахло. Он настойчиво требовал тех, кто и так уже был на месте. Вызовите военную полицию, вызовите военного коменданта. Да вот здесь патруль. Пусть меня патруль задержит, отведет военную полицию. Пусть опишут мое задержание. Что это за беспредел? Патруль военной комендатуры действия полицейских счел вполне законными. Но внушить это сержанту никак не удавалось. Спустя два часа после задержания сержант согласился сесть в машину вне ведомственной охраны. Она доставила его в отделение полиции. Дебоширу выписали протокол об административном правонарушении, коим являлось его явно нестандартное поведение. Претензия уже уголовного характера может быть адресована ему позже. Через несколько часов к полицейским заявлениям обратился избитый сержантом хабаровчанин. С места происшествия Мария Дедова, Михаил Сергеев и Александр Савчук. Продолжение следует...